Какой владелец загородного участка не мечтает о водоеме? Как правило, после первого восторга от создания прудика приходится столкнуться с необходимостью регулярного обслуживания, чтобы тот не превратился в лужу с мутно-зеленой жижей в болотце. Основная проблема – это помутнение воды и неприятный запах. Потеря прозрачности – результат роста фитопланктона. Это обусловлено естественными сезонными процессами. В воде происходит быстрое развитие популяции микроводорослей и фотосинтезирующих бактерий – цианобактерий. Кстати, именно они создали кислород в атмосфере нашей планеты 2,5 млрд лет назад. Условия цветения водоема – это тепло, и обилие питательных веществ, особенно фосфора, провоцирует бурное размножение микроорганизмов. Вода приобретает зеленый цвет благодаря огромному 50 мг на литр скоплению микроскопических организмов. Бактерии активно размножаются и в морях, океанах, создавая сюрреалистические картины, видимые даже из космоса. Цианобактерии – это фотосинтезирующие бактерии, имеющие ряд общих свойств с водорослями и повсеместно. Встречаются в озерах, реках, прудах и прочих поверхностных водах. При благоприятных условиях могут быстро размножаться и вызывать цветение, придавая поверхности типичный цвет горохового супа или сине-зеленую пену. Существуют как нетоксичные, так и токсичные разновидности цианобактерий, но это можно определить только молекулярно-биологическими тестами. В большинстве случаев токсины цианобактерий существуют внутриклеточно, в цитоплазме и остаются внутри клетки. Чем выше концентрация цианобактерий, тем мутнее и гуще вода. При низких температурах цианобактерии спят и просыпаются только летом. Причинами могут быть слабая циркуляция воды, стоячая вода, дожди с ветрами, с наносной листвой, микроорганизмами, органикой, неравномерный прогрев водоема. Цвет может быть желтым, коричневым или зеленым. Часто на поверхности есть пленка ядовитого горохого цвета с тошнотворным запахом. Цветение цианобактерий явление естественное, и ему способствует сухая, безветренная, теплая погода и температура воды выше 16 градусов. Цианобактерии – это примитивные организмы, способные к фотосинтезу микроскопических бактерий, распространены повсеместно, в процессе роста и размножения формируют плотный слой слизи на поверхности воды. Мерами профилактики появления сине-зеленых водорослей является напрямую высадка в прибрежной зоне и в водоем обычных растений – ирисов, рогоза, кувшинок, частух, кубышек. Они помогут отфильтровать воду и предотвратить поступление нежелательных соединений в водоем из почвы. Также используют биодобавки, способствующие восстановлению баланса в экосистеме пруда, например, натуральный препарат хлорелла. Если масштабы катастрофичны, используют альгициды, но они для рыб смертельны. Сине-зеленые водоросли – это цианобактерии, осуществляющие оксигенный фонтосинтез. Летом, во время жары, все водоемы природные и рукотворные подвергаются так называемому цветению. Именно аномально высокие температуры вызывают активное размножение. Зеленая вода – результат выделения кислорода. Это говорит о фотосинтезе. Во время массового цветения солнечные лучи не попадают вглубь водоема, поскольку толща зелени очень высока. И в результате растения на дне не вступает фотосинтез. Это и ведет к нехватке кислорода и массовому замору рыбы. Цианобактерии выделяют опасные вещества – токсины. Геосмин – причина землистого запаха воды. Альготоксины отравляют воду, делая ее непригодное для питья и купания. Уничтожить цианобактерии невозможно. Они очень живучи. Поскольку цветение водоема – это природное явление, как гроза, дождь, радуга, то многие владельцы со стажем не борются с цветением никак, поскольку цветение водоема имеет свои сроки – от одной до полутора недель. И потом вода становится вновь прозрачной. Но можно избежать цветения воды, создав устойчивый биоценоз. Посадив нимфей, кубышки, рдест плавающий, пантадерии – растения с большими плавающими листьями. Они закроют бактерием свет и уменьшат цветение. Рекомендуется посадка растений в водоем, чтобы листовые пластинки закрывали водоем по крайней мере до половины. Также можно установить систему фильтрации, те же скиммеры, устройства, собирающие поверхностный мусор, опавшие листья и корм для рыбок. Как вариант, можно установить аэратор или фонтан. Они дополнительно будут вносить кислород в водоем и замедлять процесс цветения. За пять дней в этом водоеме цианобактерии процвели, и естественным путем наш пруд стал прозрачным и чистым.